В ЕС заявили о неизбежности санкций против Венгрии. Арбан заявил, что не позволит шантажировать Венгрию. Голосование Европарламента по санкциям состоится завтра. Европарламент должен ввести дисциплинарные санкции против Венгрии из-за многочисленных нарушений правил Союза со стороны правительства страны. Об этом во вторник, 11 сентября, заявила докладчик ЕПДЖУДИТС Арджентини во время дебатов по венгерскому вопросу, передает экономическая правда. Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые СМИ, посадило ученых на поводок, пытаясь лишить будущие поколения навыков критического мышления. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом. Они сделали невозможным для неправительственных организаций предоставлять необходимые услуги, например, бездомным людям, мигрантам и беженцам, сказала Сарджентини. Она также заявила, что члены правительства Виктора Арбана, который присутствовал на дебатах, и их родственники обогащаются за счет европейских фондов. Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам после консультации пришел к выводу, что процедура по статье 7 неизбежна, сказала Сарджентини. В свою очередь, Арбан заявил, что не позволит выступающим за миграцию силам шантажировать Венгрию. Отмечается, что венгерский вопрос будет вынесен на голосование в среду, 12 сентября. Чтобы запустить механизм санкций против Венгрии, резолюции должны поддержать минимум две трети депутатов Европарламента. Если доклад комитета получит достаточную поддержку, тогда Совету ЕС придется начать свое собственное расследование предполагаемого нарушения Венгрии и ценности ЕС. Ранее еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что Польша, Венгрия, Румыния и правительство Италии хотят ослабить или даже уничтожить ЕС. Напомним, в конце августа в Будапеште обвинили Швецию в нападении на Венгрию из-за критики. ЕС впервые прибегает к процедуре составления и обсуждения документа, в котором изучается вопрос о необходимости задействовать в отношении Венгрии положение статьи 7 договора ЕС. Статья 7 Лиссабонского договора предусматривает, что в отношении страны члены ЕС могут быть введены различные санкции, в частности лишение права голоса в Совете ЕС. Ранее ЕС запустил похожий механизм против Польши. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и htpst.micrespondent.net по материалам сайта Ньюсгроком.